привет друзья как говорится совершенству нет предела шутка очередной вариант бензиновой горелки корпус горелки это три удлиненные гайки внутренняя часть будет у нас из инсулинового шприца ну а игла из вет аптеки для начала придадим необходимую форму нашим гайкам а Продолжение следует... Склеим все наши части. Ну а лишний клей удаляем с помощью спирта или какого-нибудь растворителя. Очень аккуратно. Стачиваем иглу до необходимого диаметра и отпиливаем кончик. Теперь придадим игле необходимую форму, нагрев в месте изгиба. Проделываем эту операцию очень аккуратно, так чтобы не надо ломить иглу. Продолжение следует... С помощью тонкой проволоки делаем запальник-спираль, которая не позволит взбиваться пламени. Теперь займемся емкостью для горючего. Берем две заклепки. Также нам понадобится муфта на 50-ю трубу и две заглушки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так как резиновая прокладка будет контактировать с бензином, то ей доверия нет, поэтому предпринимаем дополнительные меры предосторожности. По трубке будет подаваться воздух на дно емкости и выходить через верхние отверстия в виде паров. Продолжение следует... Самое надежное в этом мире это синяя изолента. Без нее никуда. Продолжение следует... На такую емкость грамм 100-150 бензина будет в самый раз. Аквариумный компрессор... Горелка получилась очень прикольная. И в руке приятно лежит, и на вид. Аквариумный компрессор... Аквариумный компрессор... Температура плавления алюминия 600 градусов Цельсия... Ну а медь павится при температуре выше 1000 градусов Цельсия... Ну а на сегодня все друзья. Лучшая благодарность автору за его труд это лайк под этим видео. До новых встреч. Здоровья вам и вашим близким. До новых встреч.